Что ж, приветствую, дорогие друзья! Сегодня мы с вами рассмотрим новую схему, которая была разработана такими, скажем так, дизайнерами со стороны, которые работали с Московским правительством, но они как бы не причастны к уже существующей схеме от Артемия Лебедева. Но они разработали свою новую, необычную, есть несколько особенностей, что самое главное, она до 2030 года. Поэтому мы с вами ее обязательно подробнее рассмотрим, но пока об особенностях схемы, почему она интересная и почему она нужная и необычная. Что ж, давайте посмотрим. Во-первых, они немного поменяли новый Т-диаметр, откроются две сквозные радиальные линии, замкнет большая кольцевая, что вообще изменилось, что нас ждет впереди. Но, как видите, большая кольцевая, она какая-то странная, она темно-серая. Сейчас троицкая линия так нарисована и так обозначается, но давайте посмотрим. Значит, сначала они поговорили о кольцевых линиях. В чем особенность? Что ж, мы знаем, что коричневое кольцо, оно всегда было круглым. Но в чем проблема? Программа заключается в том, что МЦК и большая кольцевая, они очень отдаленно напоминают круг на самом деле. Они две противофазы друг к другу. Они пересекают друг друга, и это нужно обозначить. И тут, скажем так, поднимается проблема, что при создании схемы с МЦК, МЦК сделали круглый и поместили в центр. Но в связи с тем, что МЦК ближе смещено к центру на юге, они сделали так, что с южной части схемы получается так, что у нас просто огромные пробелы и пустые пространства. Что же, ну а что же нас, скажем так, ожидает? Что они предложили сделать? Они решили, что БКЛ, который уже сейчас не круг, вот спрашивали, вот почему не круг? Ну-ка, кольцевые линии, они же всегда, в общем-то, кругом были. Но, видимо, это возможно сделать только с первой кольцевой линии, когда под него, скажем так, подстроилась схема. Сейчас уже так сделать нельзя, и поэтому они говорят, нет, МЦК будет кривой, и, соответственно, БКЛ тоже. Где БКЛ уже сейчас не круг, и это все-таки логично и правильно, с этим совершенно не спорю. Продолжаем тему с кольцевыми линиями. Тут предлагали несколько вариантов. Вот это, конечно, страшненький. Вот этот у нас есть сейчас. Предлагали вот этот вот, но он тоже, понятно. Ну, ладно, обсуждать можно, конечно, миллиарды, сотни, тысячи вариантов. Мне кажется, что вот этот, на котором они сейчас стоялись, он самый такой оптимальный на самом деле. Вот. Также они говорили про новую сетку, которая позволит более точный вариант. Кстати, что еще забыло отметить? Что эта схема, она приближена к географической правде. То есть, вот как она нарисована. Это вот они рендеры показывают. Сейчас где-то я вам должен это показать. Вот, вот как у нас расположено. Вот это фактическое расположение линии, реальная география. А вот новая схема. И, как вы видите, они очень похожи и очень сильно повторяют. Я считаю, что это правильно. Люди это не дезинформируют. И это достаточно интересно просто для изучения, кто, как оно заходит и как это работает. Поэтому, да, это очень круто и правильно. Я сам хотел сделать вот это видео с помощью фотошопа, переместить схему так, как это было бы на реальной географии. Но меня опередили. Я вот пока это откладывал, откладывал, мне сказали, что нет, друг, мы сделаем это впервые. Ну и хорошо, потому что я не профессиональный фотошопер и не профессиональный дизайнер. Значит, схема в круге и квадрате. Ну, это условно. Но мне кажется, конечно, в круге это смотрится более как-то симпатично. Значит, какие-то рендеры показываются. И контрастные пересадки. То есть, как это было в 60-е и 70-е. То есть, куча разных вариантов. И вот новую схему показывают. Хотя мне, честно говоря, нравится больше вариант 13-го года. Но это мое личное мнение. Дизайнерам, пожалуй, будет виднее. Потому что это будет более контрастно. Действительно, эти пересадки можно как-нибудь потерять. Значит, антероцитовое кольцо метро. Они назвали так этот цвет. Я просто называю это темно-серым. И, что самое главное, они показали, как это будет выглядеть. Они в сравнении. Я пока не буду показывать, как стало. Я выберу это вот так. И просто мы с вами обсудим, а зачем так. Что ж, как вы видите, на схеме очень много линий. Значит, что получается? Значит, соответственно, мы немного теряем большую кольцо, если вы заметите. Потому что она светло-светло-голубая. Ну, не салатова, а бирюзовая. Москва-река такая голубоватая. Ну, также мы видим голубую пилевскую линию. В общем, как-то оно путается. И, на самом деле, немного непонятно порой. Действительно, можно потерять. Но многие скажут, ну нет, я вижу прекрасно. А теперь сравните. Вот теперь, как это выглядит. Что ж, вы чувствуете разницу, я думаю. Более темный пересадочный контур более хорошо отображается на схеме. Вот также был вопрос. Вот почему кольцевая у нас вышла, обычная кольцевая, я имею в виду, вышла в коричневом цвете? Как раз для того, чтобы она была контрастная на фоне остальных. Ведь основные такие цветные, пестрые. А это прям коричневые. Многие скажут, ну некрасивый цвет. Ну и что? Да, может быть, он не самый симпатичный, зато вы сразу видите этот контур и понимаете, что я делаю, как вам надо. И это удобно, потому что для нашего метро это актуально, из-за того, что у нас радиальная кольцевая система. Поэтому, как вы видите, вот мы можем сравнивать вот сколько угодно. И действительно, видно стало лучше. Спорить с этим не буду. Это очень хорошее предложение. И на красоту листов даже смотреть не буду. Они, тем более дизайнеры, они понимают в этом намного больше. И как бы я не говорю, что там только экспертное мнение. Но реально это показывает свои плоды, когда вот вы делаете пересадки, да, кольцевые, более контрастные. Потому что с МЦК я вообще немного теряюсь. Ну вот, конечно, я понимаю, что вот оно идет тут, но это уж по привычке. Но реально оно как бы не контрастное. И может быть, это смотрится как-то не очень. А когда мы с вами говорим про именно метро, про кольцевые линии. Потому что МЦК, понятно, почему они так делали. Это все-таки скорее железная дорога, нежели прям система. Метрополитен, как он, не является в принципе, да. Об этом, кстати, мы тоже чуть позже поговорим через пару моментов. Вот, поэтому очень-очень важное нововведение. Я считаю, что это очень круто. Значит, что касается диаметров. Сказано, что давайте мы МЦК просто сделаем букву К. Вот как МЦД у нас есть Д, МЦК будет К. Почему так? Потому что, ну, все-таки это не 14 линия. Это не метро. Я считаю, это правильно. Не надо обманывать людей. Надо понять, что железная дорога эффективная. Современная, но железная дорога А 14-ю линию отдать под развитие Вот современных линий метрополитена Которые вот сейчас строятся Или которые будут строиться в перспективе То есть освободить нумерацию Я считаю это справедливо И в принципе так не мешало бы сделать Тем более вот эта К выглядит очень стильно И в принципе правильно Не вижу в этом ничего плохого Кстати, раньше, если вы не знали То в официальном приложении метро Москвы Скажем так, была перспективная карта интерактивная То есть вы могли смотреть Сколько вы сэкономите времени И сколько вам ехать, например, с того же Троицкой Там уже была большая кольцевая Я смотрел Из Троицкой ехать час до кольцевой примерно Ну не важно Это надо смотреть по обновленным этим Возможно когда-нибудь выйдет Буду очень ждать И когда она выйдет Мы с вами, конечно же, там все это обсудим Как это будет выглядеть И как это будет смотреться Что ж Показывается, как это будет Кто у нас это делал Молодцы Респект Респект, соответственно Это я так понимаю Что они делали Это вот не первая наша схема Мы сэкономизмом Прикнем в сферу Ну, соответственно, понятно Что это, естественно, такой пиар-ход Что у нас Ну, не важно Не важно Давайте смотреть дальше Давайте посмотрим уже на саму схему И ее обсудим Ее перспективы Как это выглядит И опять же, для меня что самое интересное Что реально это приближено Географической реальности И поэтому это для нас более важно Первое, что можно заметить Это Д5 и Д6 Давайте начнем с диаметра Мы их так любим Что это за тройная вилка Я не понимаю, почему она была добавлена Они вот это вот почему-то не объясняли Но здесь какая-то тройная вилка Она может быть на железной дороге Да, вот так же, как тут Отлетение в Балашиху Вот тут вижу Д4 и Д41 Но Вряд ли не буду делать Вилочное движение на диаметрах Очень вряд ли Я сомневаюсь, что они на это пойдут Но, ладно, предположим Вот это вот интересно отросток Будет как-то интересно смотреться Вот, ну, просто на схеме необычно Хорошо, предположим Это добавили Как бы это выглядело Просто это же концепт В конце Вот, это что касается Д И мне что нравится Что здесь, видите Здесь как бы новая Москва отдельно Пригород отдельно Ну и Митина Ну, как бы так Немного выделено Что она замкадыш Но И, кстати, показано Что Микинина, да Не в составе Москвы В отличие от современной схемы Где показано Что вот в регии Есть субурбан зон А Микинина Как будто находится Внутри состава Ну, ладно Предположим Уже все Не важно Вот схема у нас Сейчас такая Какая есть Тут, кстати, даже немного Географические особенности сделаны То есть вот у нас тут Кусковский лесопарк Битцевский лесопарк Только Эээ А где это? А, тут даже что-то нарисовано Смотрите Ну, типа, должны быть Борисские пруды и царицы Ну, не важно Крылатское тоже Показано, что оно в лесах Находится Национальный парк Лосиноостров Правда, он больше времени Ну, больше отнимает место Ну, ладно Это схема Не будем придираться Смаловский парк Тоже, что очень интересно Вот И что самое интересное Помимо графических объектов Тут нарисован мкад И я считаю это правильно Понимать, что за мкадыш А что нет Это не притеснение Просто Как бы разговор Так Что по-хорошему Тоже было бы это обозначать Потому что, ну Не все разбираются Хотя Думаю, взрослые люди Уже понимают Что, где и почему Но, опять же Схема должна быть Более понятной И тут она Реально Отражает Реальность И, соответственно Людям становится Она более понятна Значит, что касается Д Особых изменений нет Они дальше показали Куда это может идти Продление Вот где-то Вилочное движение Вот, видите То есть у нас есть Д И дальше делать, например Д52 То есть Открыление дали Д51 Дальше тут у нас есть Тогда, вот видите Д21 Было бы еще Второе отлиние Было бы Д22 Соответственно Тут тоже есть Небольшое ответвление Вусова От рабочего поселка Ну, не знаю Насколько это будет реально Он даже, получается Не выходит Внутри МКАДа То есть Это начинается Но, опять же Чисто как концепт Я считаю Очень интересно Без иронии Что ж Давайте смотреть Теперь На то, что у нас Есть Вот Что происходит вам Приходит вам на ум Когда вот вы собираетесь Смотреть на перспективную карту 1030 Центральный участок Калининской Калининской Линии Как он идет Как он реализован Что ж Давайте смотреть Я скорее не буду Обсуждать станцию С точки зрения дизайна Как-то, ну Я думаю Вы понимаете Конечно Мне не нравится Здесь обозначены Кроссплаформенные Пересадки Просто какими-то точками Это значит Что на Каширской Да, познаем Молодцы Но Хорошо Не важно Это можно доработать Поэтому и говорю Дизайн обсуждать Можно просто тысячу лет А мы с вами Все-таки решили Посмотреть на Центральный участок Калининской Линии Как он идет Он идет Естественно По старым планам Потому что Это дизайнеры Они говорят Так, как планируется Сейчас Они решили Никак не отходить От плана Я думаю Это правильно Потому что Канал Постметро Предлагал Очень, скажем так Хороший вариант Как это можно реализовать Кстати По поводу дизайна Еще докопаться Вот вижу на Арбатской Ощущение Что с Боровицкой Можно дойти до Александровского сада Но это не правда И Судия Артемия Лебедева Она как бы Показывала Как это можно более элегантно реализовать Но здесь такие пересадки Что как-то Это конечно Реализовывается не очень Ну ладно Опять же Говорю опять же К дизайну Можно Тридераться Вечно Но это потом Мы Соответственно Обсудим Значит вот Центральный участок Калининсовской линии Идет через Смоленскую И через новую станцию Российскую В деловой центр И дальше Скажем так Во Внуково И дальше Там продления нет Соответственно И также Новый Касино То есть В основном Цель у нас Построить центральный участок Значит Конечно Постмитро предлагал Привези через парк культуры Через полянку Ну Тоже Или через полянку Нет Ну короче Через парк культуры Но правда Потом это надо было бы Делать с загиба В деловой центр Ну и сейчас Правда Тоже это смотрится Как-то не очень аккуратно Но главное Что он есть Что могу сказать Просто по планам Как и планировалось Но же самое интересное Станция не называется Не новая российская А просто российская Ну Не знаю Ладно Не буду придираться К названия Может там уже что-то новое Они придумали Новый проект На названии Возможно Эти дизайнеры знают Больше чем я Чем мы все Вот Теперь пересадка На Достоевской Вернемся скажем так Пересадка на кольцевой линии Новая станция Соответственно Обозначается И да Она должна быть Ее сделали Нарисовали По планам Она планируется По генплану Ее вроде как строят И вроде с ней там Что-то собираются делать Значит Что дальше Нам стоит рассмотреть Давайте рассмотрим Про старые линии Вот за мускурицкой Ничего не изменилось Мне нравится Что алматинскую Они более корректно Описали Да Потому что Через яблоко Алматинская Она идет как бы не дальше Вдоль Как сейчас на новой схеме А вот она Немного загибается Скажем так Она немного параллельна Борисова Их можно было бы Даже приравнять Трух друг к другу Потому что Борисова не так близко К Москве реке находится Они все-таки прям Ну чуть-чуть Он дальше Но Не знаю Опять же Это схема Значит что Тут ничего не происходит Ховрина Так и осталась Ховрина Вот она Пересадка Но почему-то Они сделали ее Крытой что ли Она как бы Пешком там Надо шлепать Достаточно долго Ребят Почему на Ховрине Такая странная Пересадка Причем где надо шлепать Они как бы показывают Что вы должны Здесь пройтись пешком А здесь даже Здесь даже Здесь даже Скажем так Это не указано Странно Но опять же Вот если я посмотрю Например здесь Вот здесь вы видите Точки Правда кстати По поводу Смоленской Кстати я не думаю Что вот здесь Надо делать Что ну типа Пересадочная Это Ну это Неправильно Надо по крайней Неправильно Да Арбатская тоже Находится рядом С Александровским садом И Арбатская Никто же не говорит Что можно делать Пересадку С Арбатской Арбатской Покровской линии На Арбатскую Филевской линии Правильно Я считаю Что это надо оставить Но хорошо Вернемся дальше К Ховрина Ну Ховрина тоже То есть никаких Продляний нет То есть вот это У нас остается Значит что у нас Касается Других линий Собираются Вчелобить его Продлить Калушеско-Рижскую Я очень сомневаюсь Что это реализуется Если он есть В генплане Это уберут Мне кажется Это недоработки Еще там Со старых времен Когда собирались Строить хорду Там из химок В мытищи Как бы Вот откуда Ты с этого направления Ну как бы Я считаю Что станция Реализована не будет Но что будет реализовано Это средняя станция Фистех Которая находится Которая должна Находиться в районе Северный Вот она Показана Что он там Чуть-чуть заходит Как бы Да Реализовано Как бы Показано все Очень круто Фистех Должны достроить Должны сделать Это вот Сто процентов Потом Смотрим дальше Планерную Соответственно Не продлевают Котельники Тоже остаются Там Пятницкое Шоссе Тоже никуда не надо Нового Тарбатского Гросска Линию Продлят И вы понимаете Куда В МИД Гальянова И они Прекрасно показывают Где оно расположено Прямо самым Када И мне кажется Это смотрится прекрасно Конечно да Арбатской линии Станет еще больше Но Теперь У нас появится Митров Гальянова И что мы еще видим Пересадку на Щелковской И станцию Хабаровская А где же Где же Преображенская площадь А вот она Как-то так Невзрачно Смотрится С Черкизовской То есть Они как предлагают Они предлагают Получается После Преображенской площади Сделать Вилочное движение Или Да Построить рядом Соседнюю станцию Черкизовская То есть У нас будет Две Черкизовской Одна будет Которая Или как-то Реализовано Ну Судя по всему Да У нас будет Две Черкизовской Одну Которую Будет идти До Блевара Косовского А другая Черкизовская Будет идти Дальше Вот В Колошиной И на Щелковскую И На самом деле Это логично То есть Если мы не можем Делать величное движение Просто построите Станцию рядом Там станции Мелкого заложения Это можно Реализовать Спокойно И Вы сможете Реализовать Такую вот Систему Ну Хотя Конечно С Преображенской Площади Тут может быть Проблема И зачем Ну Не знаю В принципе Такое возможно Но Очень сложный момент Мне кажется Власти должны Это продумать Но ладно Предположим Так есть Гейнплани Как-то они там Планируют И это надо было Нарисовать Потому что Все-таки Понятно Что с окончательной Кулинии Нельзя оставлять Таком видео И надо Обязательно Как бы Продлять ее Дальше В Щелковской И обеспечить Метрополитеном Еще больше Людей И еще больше Районов Значит Что у нас Какие еще Есть интересные Моменты Интересные моменты Что вот мы Видим что Что-то продляют Вот тут Они как-то Придумали эту Возможность Но знаете Что меня Смущает Что Вот здесь На Кунцевской Дальше нет Продления В Можайский Район То есть В принципе Достроить Еще одну Платформу На Кунцевской И отправить Метрополитен Дальше На Запад Но Нет Тут этого Не стали Делать Совершенно Оставили Вот эту Несчастную Филевскую Линию Такой же Несчастной Такой же Обделенной И такой же Не знаю Бесполезной Наверное Ну в глобальном плане Вот Но Что Что У нас Еще Осталось Бесполезно Я Немного Прыгну И опять Вернусь К диаметрам Диаметр Шестой Который Идет Домодедово И Конечно Дэш Который Идет Напрямую В аэропорт Домодедово Что мы Можем Увидеть Он Заканчивается На Павелецкой Да Потому Что Как мы Знаем Из новых Планов Д5 И Вообще Без Диаметр Его Планируют Все-таки Разъедините Савеловское Направление Сделал Другим Вот Д5 У нас Обычное Савеловского Направления Да И вот Он должен Где-то На Савеловской Закончиться И Как мы Видим Оно Просто Как бы Все Оно Заканчивается Да Ярославское Направление Оно Заканчивается Все Будет Разъединен Как бы Два Диаметра Д5 И Д6 Ну Как Диаметр Радиус Получается Который Будет Соединенных Где-то В перспективе Но Они Это Не Рисуют Потому Что Опять же Когда У нас Делали Вообще Глубокий В Москве И Вообще В России Это У нас Вообще Нераспешно Нигде Не делают Поэтому Вот Тоже Особенность Что Они Нарисовали Д6 Но Он Будет Разъединен И Скажем Так Датвилец Кого И Савеловский Порз Что Еще Можно Увидеть На Этой Карте Многие Наверное Все ждут Когда Я Заговорю Например О Продлении Бутовской Линии Наконец-то Она Станет Более Длинной Более Самостоятельной Но Опять же Заканчивается На Битвовском Парке Булеваре Дмитрия Донского Оно Получается Дальше Идет От Буньска Лилии В Черне Севскую В Язово И Щиброво В Нову Курьянова Ну Это Уже Получается 14 линия Как раз Которые Они хотят Бирюлевскую Сделать Отдать Бирюлевской Линии Бирюлевско Архангельской Или Бирюлевско Рублевской Линии 14 И сделать Ее розовой Да А Некрасовскую Тогда отдать Ей Получается Такой Темный Цвет Но Про Некрасовскую Потом поговорим Кстати Вы заметили Что здесь нет Монорельса Вот его Просто убрали И 13 номер Отдали Некрасовской Но опять же Сейчас мы к этому Быстренько вернемся Ну хорошо Давайте смотреть дальше На продление Бутовской Линии Думаю это логично Там строятся новые Жилые массивы Действительно Для некоторых Жителей Бутова Бутова это достаточно Большой район И Щербинки У них Не хватает Не хватает А метро Я считаю Что они правильно Делают Чтобы продлежат ее дальше И раз уж мы Пока обращаемся К Бутовской Линии Давайте вернемся К Бирюлевской Нашу любимую Бирюлевской Линии Вот мы видим Что ее продлили Вообще куда-то там В новую Москву Прям жесть Она получается Очень-очень длинная Но опять же Без центрального участка То есть мы вот идем Идем-идем Мы видим тут Что тут Сад Вилар Ну не будем смотреть На название Южная Бутова Мне кажется Они Русский Парнас Я не думаю Что это когда-нибудь Назовут реально Какому-нибудь Станцию метро Алхимова Кстати очень приятное Название Я считаю Можно было реально Назвать станцию метро Именно так Рыбина тоже нормальные Ну раздолья Хорошо Предположим Опять же Это все Скажем так Вообще в дальней Дальней перспективе Нам бы в 2005 году В принципе Закончить Просто Бирюлевскую линию Сейчас которая Она есть И где же она Вот Бирюлева Вот она здесь Получается конечная Дальше вот Липецкая Бакинская Я кстати Разбирал уже Станцию Точнее Бирюлевскую линию Как она будет идти Так что Видос сейчас появится В подсказках Можете посмотреть А вот все идет По плану Кроме МИФИ Вот МИФИ Так не называлось И мне кажется Вряд ли назовут Потому что у нас Могла бы появиться Станция РУДН Она тут есть Но насколько Мы уже знаем Собянин ее переименовал Вот То есть Собянин Он такой Мне не нравится Что у нас там Все повторяется Плюс у нас Было бы несколько университетов Хотя конечно Октябрьское поле И просто Октябрьское никому не мешает Но суть не в этом А суть в том Что Собянин уже по-другому Это назвал Но предположим Ребята не успели Не важно Хотя мне на самом деле Университет дружбы народов Нравится больше То есть назвали бы РУДН Как здесь Назвали МИФИ И это было бы прекрасно И уже там ничего плохого Почему в честь футбольных команд У нас называются Куча станций Четыре Да А в честь университетов Великих российских Не называют Вот ФИСТЕХ есть Бауманская есть А у нас нет МИФИ Нет РУДН Нет каких-то других Станций Которые заслуживали бы Называться в честь Какого-нибудь университета Который там занимает ТОП мира Хотя конечно У нас есть такая станция Университет Которая вроде подразумевает МГУ Но опять же Это МГУМ не Ломоносова А не просто университет И я не вижу там ничего плохого Но они вот Решили переименовать И кстати убрать Название Улица генерала Тюленева Потому что вот им Не нравится улица генерала Тюленева Потому что это Слово паразит И действительно у нас Очень много Станций Которые так называются Но точно что улица Тюленева Она так не будет называться Возможно просто Генерал Тюленева Или Тюленева Вот А что будет с РУДНом Странный вопрос И как это все будет выглядеть Ничего там плохого Кстати там появится Прекрасный пересадочный контур Ну опять же Понимаете Он по сути дублирует МЦК Я уж не говорю про прямое дублирование Ладно Сейчас мы к этому вернемся И дальше идем по Наконец-то по деловой центру Вот этого Которого Рублева-Архангельская линия Которая зашла случайно В деловой центр Да Которая сейчас является Филкой на Большой Кольцевой Вот она идет дальше Народное ополчение Бульвар Карбышева Строгино Кстати не показано Что здесь будет Кроссплатформенная пересадка Потому что реально Ну они что взяли Они взяли И убрали это просто Как так можно делать Я не понимаю Но вот Вот они решили Вот так вот Сэкономить Сэкономить Хотя на перспективу И в планах Она должна была быть Кроссплатформенной Я считаю что это плохо Это на самом деле Реальный дезреспект Вот Ну и дальше она заходит Вот я не понимаю Что это за тросток Для каких-то Мажоров Вот эта вот Ильинская Рублева-Архангельская Там реально для Ну я понимаю Кому там нужно метро Когда там Рублевка Короче ладно Предположим Так оно и планируется Но как мы видим Нет центрального участка И оно прекрасно Дублирует МЦК И если вы едете Например Вот С Ильинской Вот едете 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 Вам на Шлепиху-то Смысл пересаживаться Потому что Вот у вас параллельно Идет станция Метро И если вам надо Например на ЗИЛ Вы просто Доезжаете вот так И пересаживаетесь на ЗИЛ И у вас нет с этим проблем А если вам надо В центр То вы пересадитесь На живописной Или там на другой станции Да Например На деловом центре Где будет теперь Нормальная пересадка Где будет нормальная Центральный участок Солнцевской линии Вот И конечно смотрится Это правда странно И неоправданно Пожалуй Да А в центре у нас Больше изменений нет Кроме центрального участка И в принципе Никаких изменений Больше не планируется Мы это уже тысячу раз Обсуждали Значит что дальше На Рижской Какой-то безумный Пересадочный контур На Мариной Роще Но опять же Пока гонорируем Этому пока не обсуждаем Давайте обсудим с вами Теперь Некрасовскую линию Вот Некрасовка не изменилась Вот она идет Дали ей другой цвет Мне кажется Что лучше бы Некрасовской линии Оставить розовый Как он был изначально Это будет более правильно А вот этим Отдать как раз Вот этот вот Темно Темно Что это вообще Темно-синий-фиолетовый И Ну номер 13 Некрасовский Подходит прекрасно Потому что нам еще Троицк Не я считаю Это прям прям По факту Я дали номер Никаких претензий Не имею Значит давайте смотреть дальше Все идет по плану Все идет до Нижегородской А потом начинается Какая-то дичь Потому что Не доходя до центра Вообще Идет очень далеко До Кольцевой линии Даже обычной До кольцевой линии И прям Вообще По дубровке Дублируем ЦК Все Началось дублирование Прямо с этого момента Летники Новохохловской Дублирование Дублирование Кристианская застава Угрешская С которой должен Дублирование Дублирование Вот Просто он дублирует Весь южный участок НСК Что просто Убьет весь пожаропоток Ну просто уничтожит Потому что А какой смысл Пересаживаться на неудобно НСК Когда там неудобны Длинные пересадки Зачем Вот это вот дублирование Полное дублирование Вот этого вот участка Просто посмотрите на это На автозаводской Дублирование, да еще, если вы сделаете прямую пересадку Это вообще будет не нужно На зиле дублирование дублирование на котлах На котлах, о чем нет пересадки Не понял, одна investigación, о чем нет пересадки Не понял, что-то как-то странно, ребят Или что это у них Вот это у них крытые пересадки Прошу прощения за наезд, я просто немного не понимаю схему Я просто говорил, что Пересадка крыта-нукрыта Это, видимо, когда, сейчас Это, видимо, когда совсем долго идти Да, вот здесь. Совсем долго идти. А здесь, видимо, когда там шаг в шаг, ну, вам тогда претензий не имею. Хорошо. Без проблем. Тогда вот. Здесь почему-то показано, что тогда надо идти пешком. Хотя планируется, что к ЗИЛу она будет пристроена нормально и там будет крытая пересадка. Вам не надо, выходить будет на улицу. Либо я чуть не понимаю с кем. На верхних котлах нету почему-то. Хотя, в принципе, можно было бы сделать, если бы уже так начали, да. На Крымской, ну, просто откровенное дублирование. И вот весь южный, юго-восточный участок, где очень много людей, где все-таки часть пересаживается на МЦК, вы просто убиваете пассажиропоток таким образом. Мы уже об этом говорили, тысячу раз обсуждали. Нет претензий к тем, кто делал схему. Есть претензия к тем, кто разрабатывал проекты и как это вообще все планируется и как это будет реализовано. Ну, ладно. Хорошо. Вот этот типа, вот этот ужасный участок какой-то непонятно. Вот эта линия ведет в никуда. Это вот эта вот линия мытищихимки, понимаете, которая вот здесь проходила вот таким вот образом. которая вела в никуда и ниоткуда, понимаете. И когда вы идете по Некрасовке, вам... Вы перегрузите Таганск-Краснопресненскую, разгрузите ее, сделайте нормальный центральный участок. Сместите вот этот пересадочный хоть куда-нибудь хотя бы до кольцевой линии, хоть пару станций. Сделайте, как это вы это сделали с Клюбинско-Дмитровской. Просто почему так? Линия ниоткуда в никуда. Хотя бы, которая вот у нас Мутова, она, ну, не знаю, хотя бы через деловой центр проходит. Тоже, конечно, странная, но она, не знаю, она смотрится приличнее. Они обе очень-очень стремные. Но вот эти вот дублирования, это просто мое негодование. Оно максимальное. Думаю, вы сами понимаете, что так неправильно. И когда ты это видишь, ты понимаешь, что куча денег будет вбахано в строительство метро, и это все пойдет никуда. Хотя, между прочим, Максим Искутов, да, он говорил, что закончится большая кольцевая, и больше у нас не будет таких безумных этапов строительства. Они сосредоточатся на точечных стройках, скорее всего, они сконцентрируются на центральном участке большой кольцевой. И я надеюсь, что эта политика продолжится, и они будут делать качественные трассировки через центр со сложным строительством. То, что нужно людям с новыми пересадочными контурами в центре, а не где-то сбоку, да, которые не для всех актуальны. Поэтому буду надеяться, что вот это вот, это просто вот, который сейчас один план, они его отменят, переделают, перепланируют, и все будет хорошо. Поэтому давайте пока забудем, что это существует. Пойдем дальше. По крайней мере, вот я не меньше, когда ведут к крымским, да, то есть когда там вот эти южные участки, они идут к МЦК, и даже когда северные, наоборот, крытые пересадки на МЦК, это хорошо. Но не такие вот ужасные соединения. Вот, идем к крымской, академической, все логично, понятно, все как бы нормально. Кстати, интересно, а на площади Гагарина почему-то страшно. Короче, я не понимаю эту схему, как тут пересадки реализованы. Совершенно как-то странно, объясните мне, кто сможет в комментариях. Улица Новаторов, вот опять же ЖУДН, Тючевская, МРИ, и видно, что вот он заходит на территорию Новой Москвы, правда она как-то, ну, хотя не, она обозначена в принципе, то есть вот она такая большая на юго-западе, и мы видим, что дальше идут какие-то станции, сосенки, ракитки, Десна, Ватники, Троицк, Научный и Пахром. Ну, называть станцию научной, конечно, странно, но, опять же, как и сейчас, так и работает. И остальные, кстати, не имеющие претензий, исторические названия, прикольные, ну, своеобразные, и оригинальные. Ну, кстати, видим, что на Кумнарке появилась станция Новомосковская-Потапова. Я считаю, что это более удачное название, в принципе, опять же, это хорошо. Не вижу в этом ничего плохого. Очень много станций вот здесь, Троицке, и, опять же, понятно, что очень долго придется ехать из Троицка, а уж из Пахры прям нереально долго. И даже, в счетом, что здесь нет центрального участка, ну, ехать прям будет очень дофига, даже до академического ближайшего контура. Потому что они вот это вот ерундой, когда они сделают пересадку на академическое, все будут пересаживаться на академическое, потому что это, ну, либо на Кумнарке, и это будет перегружать Саконческую линию и Калужско-Рижскую, на которой, вообще-то, висит теплый стан и Яснево, и еще Беляево. Ну, тут достаточно много людей живет. Зачем делать вот эти перегрузки уже существующих линий с помощью новых, как они сделают из Бутовской, но Бутовская прям совсем тупиковая. Это я не понимаю. Хотя у Бутовской, кстати, даже перспективы так-то, если подумать больше, ее можно реально как бы дальше продлить, как раз вот так вот, как-то к улице Генерала Тюленева выпрямить и дальше там отправить на север. Ну, Ладно, не в этом суть. Значит, что мы можем так же увидеть, пока мы находимся с вами на юго-западе, в Новом Москве? Смещение центра. То есть на севере очень мало. Очень мало линий, там очень плохая доступность метро, они пытаются это компенсировать с помощью диаметров, и это правильно, наверное, ну, на самом деле правильно, да. Опять же, кстати, угораю с пересадки на Новогиреево. Но, опять же, отвлекаюсь от темы. На севере очень мало. Линии на западе вообще Филевска уперлась, в Кунцевскую остался им только диаметр, вот это вот, Арбатско-Покровск идет как-то непонятно, но Тушина, ладно, у них своя история, на юге тоже уже, все, скажем так, сформировано. Ну, правда, соглашусь, что ноги, пожалуй, метро и нужно, там доступность более-менее хорошая, хотя я, конечно, поставил южный административный рук на предпредпоследний или на последнее место в ролике о доступности метрополитена в разных районах. Доже, кстати, можете посмотреть это видео, но все равно, скажем так, с учетом еще Берлевской линии, в принципе, она зайдет в каждый район, и это будет актуально. Окей, как бы я могу сказать, что оно обравдано, в принципе. И мы видим смещение метро, несмотря на то, что мало, как бы, вот тут вообще на востоке географически, как мы видим, вот Ивановский район обделен, как обычно, который я высмеивал в ролике про районы-неудачники, тоже можете посмотреть по подсказке, как много у меня подсказок, потому что у меня много интересных видео, и прочее. Если вы также смотрите без подписки, то подпишитесь, потому что, если вы дошли до этого момента, то я снимаю уже 30 минут, вы меня выдержали столько времени, что же я вас поздравляю. Вот, поэтому тоже очень странные такие моменты. Реально, в метро, вот если посмотреть на Стальную Москву, вот не смотреть на Юго-Запад, закрыть Юго-Запад, да, закройте там рукой, вы видите, что, ну, в принципе, не так уж и много линий. А что происходит на Юго-Западе? Бутовская, Бирюлевская, еще Дэшка туда проходит, ну, ладно, закроем глаза, Внуково, Сокольническая линия, Троицкая, вот прям реально смещение центра на Юго-Запад, он как бы немного перебирается туда. Но опять же, центр Москвы остается, центр Москвы, конечно, центр Москвы теперь это около теплого стана, то есть, ну, где мы вот это вот видим, оно, в принципе, все, вот это центр теперь, ребят. Вот, как бы, примите это к сведению. Потому что, с учетом того, как расширили Москву, это реально становится вот это вот пересечением теплого стана, вот эта вот история. Кстати, Новоясневская, она тут немного неправильно показана, она должна быть более круто зайти вот сюда, в Бицевский парк, потому что Бицевский парк, он не такой, а как платье такое, там как бы находится внутри район. Поэтому я считаю, что тут они немного скукаивали, но опять же, вот здесь, например, правда, вот здесь правда, вот здесь правда. Но опять же, многие скажут, что ты пикаешься. Потому что мне не хочется говорить о том, что действительно центр тяжести теперь смещен на новую Москву. Да, по населению все равно юг и вообще вся Москва, она тяжелее, чем новая Москва. И тоже надо развивать как бы внутреннюю Москву, то есть построить, я считаю, что на севере надо построить реально еще одну линию метро, потому что реально там его не хватает. На западе тоже надо одну линию метро. Конечно, вот это вот, многие скажут, ну и что, линия метро, как-то она проходит фигово, честно говоря, через Можельский район не проходит, ну хотя бы продлите его несчастную фигово, фигово линию. Это возможно. Сделайте вы ее полноценной. Многие скажут, заканчивается она в центре, вот это вот еще вилочное движение, ну как же так, ну, ребят, ну как, организуйте, вот вы тут решили делать вилочное движение полноценной линией, делайте, сделайте центральный участок, соедините, например, с бирюлевской линией. Опять же, ниже ничего плохого. Куча вариантов можно реализовать, просто да, на это нужны деньги, на это нужны проектные работы, куча времени, ну уж извините, никто как бы не говорил, что это все будет просто. И да, все это смещено, очень много станций, очень много, и что самое смешное, там будет очень много метро, а вот добраться до центра от этого метро будет очень-очень неудобно, вот даже от этого троиска, ну сколько вам надо преодолеть, раз, два, три, четыре, пять, шесть станций, только до коммунарки. Вот, например, от Домаедовской я еду полчаса до Павелецкой, это раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, восемь станций, я доехал уже почти до центра, я на Павелецкой, а им доехать 6 станций, только до коммунарки, а еще оттуда ехать сколько? Потом еще вот эти вот станции ехать очень-очень долго, от Бутовской линии тоже надо будет ехать очень-очень долго, и уже от Саконической вы очень-очень долго едете до центра. Поэтому вопрос, как это все будет реализовано, насколько хорошо это будет реализовано, понравится ли это людям, и будет ли все-таки дела активность перебираться ближе на юго-запад именно в саму новую Москву, мне кажется, это скорее сделано для внутренней новой Москвы, чем для того, чтобы, конечно, в первую очередь для связи с большим городом, с самой Москвой, и если там построить новую станцию метро в Новой Москве, люди туда будут приезжать, и это повысит активность, это будет развивать именно тот регион, потому что нужен магистральный маршрут. Но, если люди захотят, будут думать, что вот, нам сейчас построить метро, я буду ездить в центр на Маяковскую, работать, и так, новые там офисы программистам 328, ай-ку вообще, это бред, потому что будет тратить очень много времени, вы заколебетесь, и с учетом того, что здесь еще надо будет делать одну пересадку, даже две, да, если вы едете, вот, строится какая-то на академическую, потом на Кузнецкую, потом еще на Маяковскую, вы просто заколебетесь, киньте это все, и оставьтесь работать в коммунарке. Не вижу в этом ничего плохого, совершенно, наоборот, даже хорошо, разгрузит центр, и не надо в конституции в одном центре, вот так вот скажем. Что ж, вот такие истории, друзья, вы можете сами поизучать, конечно, здесь появилось много ТПУ, на большой кольцевой, на МЦК, да, куча интересных вещей, куча новых, интересных, таких, пересадочных узлов, необычных моментов, сама просто схема, как у меня выглядит, более удачно, кроме пересадок, вообще не понимаю, как пересадки работают, если честно, что они означают, я, многие скажут, ну, посмотри, что они означают, ну, блин, когда я смотрю на дизайн схемы Артема Лебедева, я сразу все понимаю, что к чему, а вот тут я не понимаю, честно, вот не понимаю, вот, внутренне как-то мне непонятно, поэтому, вот такие вот, вот такие вот истории, можете посмотреть, как вам все это выглядит, можете скачать, смотреть, можете что-то не увидел, рассказать об этом в комментариях, подписывайтесь, спасибо, что досмотрели ролик до конца, давайте, всем, пока-пока, так, как-то, как-то, это было некрасиво, не было пока ролик заканчивать, у меня же хочется время немного потянуть, хотя куда-куда уж больше, сколько, 40 минут, ну, ну, может кому-то понравится, кто досмотрел, пиши об этом обязательно в комментариях, что-то досмотрел до конца, поставлю лайк, и, как бы, напишу, что я тебе выражаю респект, потому что схема была очень интересна, очень много всего, есть что обсудить, и, я надеюсь, что Москва продолжит развиваться, но развиваться в правильном направлении, потому что вот эти не центральные участки, они стрёмненькие, мне не нравятся, и это, как бы, вообще, очень-очень-очень, как бы, красиво и ужасно, фу, вот, что ж, всем спасибо, пока-пока, уже в этот раз.